Ширинг Англия. 1135 год. Пожалуй, хватит. Ты как? Жаловаться ни на что. Вон, какое удобное дерево под спиной. Обещаю, это наш последний костер. С завтрашнего дня никаких деревьев, только стены и крыша над головой. А в Ширинге я непременно найду работу. Что, если епископ предложит тебе постоянную работу? Чинить его дворец, а то и городские стены укреплять? Ничего сложного о том, строитель. Стены и крыши. Ну вот. Искай в такую погоду сухие дрова, сущие наказание. Почему бы не сжечь твой посох? Из этой палки вышли бы отличные дрова. Потому что эта палка большая ценность, ей не место в костре. И кто знает, быть может, мы ее продадим. Ну-ка, посмотрим, хороши ли наши дрова. Ну, а мы с вами играем в игру, которая называется «Кен Фоллин. Столпы земли. Глава первая из пепла». Ну, а мы разводим с вами костер. Посмотрим, действительно, и хороши ли у нас дрова, которые принес нам сын. Да, вроде бы все неплохо. Марта, почисти репу. Надо сварить похлебку. Ладно. Альфред, а ты ступай за водой. Мы бы могли растопить снег. Но нет, моя семья будет пить нормальную воду. Сиди, я сам этим займусь. Ты так и не ответил на мой вопрос, Том, строитель. Что если епископ предложит тебе работу, как тогда, в Эксетере? Работа, которая далека от твоих мечтаний, но сможет нас прокормить. Простую работу. Работа строителя простой не бывает. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. После Эксетера ты сказал. Я могу работать над великими строениями, которые простоят целую вечность, или потратить жизнь на возьму с домами и сараями. Так что, если дома и сарая смогут прокормить твою семью, на сей раз ты согласишься остаться, или продолжишь искать лучшие доли? Я с радостью останусь. Ты уверен? Пожалуйста, обещай мне, что подумаешь об этом. Нужно найти чистую воду. Взять. Ну что же, ребята, идем искать воду. Вы получили ключевой предмет. Его можно использовать так же, как и обычный предмет. Используйте ключевой предмет на персонажах, чтобы поговорить на тему, связанную с ним. Используйте ключевой предмет на объектах, чтобы поразмыслить, каким образом они могут быть связаны. Ну что же, принимаем. И, как говорится, идем вперед. Так, давайте-ка попробуем с вами куда-нибудь навести. Только вот куда. Дурацкий снег. Но почему он пошел именно сейчас? Так, я смотрю, у нас тут лежит котелок. Значит, нам его надо взять. Отлично. Один из предметов, который нам еще не пришлось продавать. Котелок всему голова. Так, посох. Солнце не видно? Нет, только Марту. Не отвлекай меня, я делом занято. Урчит в животе. Гномон Тома, изучить. Проголодалась? Нет, все хорошо. У Марты урчит в животе. Документы. Гномон Тома. Том получил этот инструмент в качестве прощального дара в Эксетерии в 1125 году. Он использует его при закладке новых построек. Его тень показывает время и помогает понять, где восток, куда всегда должна быть направлена алтарная часть церкви. В Эксетерии в Эксетерии Том впервые работал на строительстве собора и поначалу воспринимал это как обычную работу. Мастер часто упрекал его за то, что он недостаточно серьезно подходил к делу. Но вскоре Том начал понимать все значения пропорций, символизм, цифр и почти что волшебство формул, применяющихся при строительстве. Этот гномон напоминает ему о мечте однажды построить собор от начала и до конца. Так, ну что, все, больше ничего нету. Карта. Ну и настройки. Это нам не нужно. Пойдемте добывать воду. Чаща леса. Замерзшая лужа. Кряхтит. Кулаком я этот лед не разобью, а вот котелком вполне. Так, ну что ж, давайте, ребята, котелком разобьем, наверное, лед. Дома и сараи. Стены и крыши. Буду только рад. По крайней мере, должен быть рад. Том, ты что так долго? Сойдет. Взять. Давайте-ка посмотрим, что тут у нас ворон сидит. Чего ему там показалось. Кыш! Такое впечатление, что здесь, знаете, как какие-то камни. Они, смотрите, все в ряд так стоят. Красота. Красота. Грязный снег. Да, здесь больше нам нечего делать. Давайте возвращаться к семье. И растопим, в конце концов, воду и будем уже варить репу. Том, ну ты молодец. Дети, я же тебе сказал, воду поставить, а не садиться. Смотрите, у него за пазухой молоточек припрятан. Истинный строитель. А ты обдумал то, о чем я тебя просила? Вся эта постройка собора, пустые мечты. И, как доберемся до Шеринга, я возьмусь за любую работу. А что хорошего в этих соборах? Ты бывала в них. Наверное, и сама знаешь. Да, но их и без того много. Зачем тебе строить еще один? Неужели Богу нужно так много домов? Можно я объясню? Если ты хочешь. Так вот. Если подумать, то собор не так уж и отличается от обычного дома. Начинают с самого простого, со стен. А потом сверху делают крышу. Правильно. Крыша защищает людей от дождя, а стены поддерживают крышу. Получается огромный, длинный, но темный зал, как пещера. Конечно, сидеть в темноте никому не хочется. Людям нужен свет. Окна. Верно. Тогда люди в соборе смогут видеть, что они делают. А мне кажется, ты кое-что забыл. Если в доме только стены, как люди попадут внутрь? Верно. Поэтому никак нельзя забывать о дверях. В соборах делают не просто двери, а широкий парадный вход, через который может пройти целая толпа. Окна и двери есть, значит, мы проделали в стенах собора немало дыр. К сожалению, не каждый дом может выдержать такую тяжелую крышу, если в нем не так много окон. Что же нам делать? Строить со всей тщательностью. Вот что. Если мы не хотим, чтобы наша пещера обрушилась, придется довести до совершенства все части собора. Они должны быть не только прочными, но и идеально ровными. Стены, крыша, окна. Все-все-все должно иметь правильные пропорции. Ты же с ребенком говоришь, зачем использовать трудные слова вроде пропорции? А что значит иметь правильные пропорции? Это значит быть совершенным в своей красоте. То есть, это значит, что собор не только защитит людей от дождя, но и наполнит их сердца надеждой. Эгнес? Эгнес? Мама? У меня начались роды. Но ведь время еще не пришло. У тебя отошли воды? Вскоре после того, как мы пустились в путь с утра. Почему же ты мне не сказала? Я так устала, не уверена, что мне хватит сил привезти нашего малыша в этот мир. Почему столько крови? Плащ. Помочь, Эгнес. Давай я тебя укутаю потеплее. Так, чем тебе помочь? Будь рядом. Она умрет, она умрет, да, папа? Мама! А помнишь, когда ты рожала Марту, сама леди Изабелла стала ее повитухой? Ты строил ленью часовню, и когда пришло время, попросил ее послать одну из девушек в деревню за повитухой. А она сказала, за этой ведьмой, да она вечно пьяная, я бы не доверил ей роды у собаки принимать. И она отвела нас в свои покои, а бедный лорд Роберт не мог отправиться спать, пока не родилась Марта. Зачем ты это все вспоминаешь? Она стекает кровью. Я даже не знаю, что еще сделать. Давайте обнимем, наверное, тогда. О, у тебя руки совсем ледяные. Хочешь я их согреть для тебя? Нет, пожалуйста, не уходи. Я даже не знаю, что ей делать-то, ребят. А я бы сказал, что для такого неудачного года мы еще неплохо справились. Ты лишился работы, а потом Марту едва не убил свиной вор. Это называется, неплохо справились? Все просто ужасно. Я знаю, но все-таки мы вместе, верно? Дружная семья — это сила. Мы, строители, не из дерева скроены. И что, думаешь, я того и гляди рожу кусок гранита? Я бы не удивился. Я не знаю, давайте еще раз обнимем, что ли. Да, ей от этого не легче. Я рядом, я никуда не уйду. Я знаю. Давайте что-нибудь сделаем, а? Что еще могу сделать? Займи чем-нибудь детей. Так, ну что ж, дети, давайте чем-нибудь займемся. Дети. Марта. Набери побольше дров, разожги костер пожарче. Давай лучше я, я быстрее, чем она. Нет, давай я. Давайте Альфреда отправим тогда. Альфред шустрее тебя, пусть ходит за дровами. Но я тоже хочу помочь маме. Осталось недолго, готовься. Набери побольше тростника и сплети из него две веревки, каждая длиной со жерелья. Зачем? Увидишь. Так, ну что, ребята, блин, ну что делать-то, я даже не знаю. Говорить, продолжать? Я тобой горжусь. У меня совсем не осталось сил. Ты справишься, ты сильная женщина. За это я тебя и люблю. Два сапога пара, да? Прости, что весь день помалкивала ребенки. Я не хотел никого волновать. Я подбросил дров в огонь. Тебе стало теплее? Да. Он почти здесь, помоги мне, Том. Помоги мне, Том. Он близко. Я вижу головку. Он такой страшный. Он прекрасен. Чудесный мальчик. Кровь никак не унимается. Ничего страшного. Скоро уймется. Том. Том. Да? Спасибо, что принял у меня роды. А помнишь, как я пришла к тебе посреди ночи, когда ты работал в церкви моего отца? Конечно. Это невозможно забыть. Я ни разу не пожалела, что отдалась тебе. Ни разу. Ни единый миг. Всякий раз, когда я думаю о той ночи, я радуюсь. Я тоже. Надеюсь, ты построишь свой собор. Я думал, ты против этого. Так и было, но я была не права. Ты заслуживаешь право творить красоту. Построй для меня прекрасный собор. Все, ребята. Папа, что у нее с лицом? Агнес. Агнес. Агнес, очнись. Ну и, как вы поняли, Агнес нас покинула. Ну, а я вам вкратце расскажу, что нас ожидает. Это у нас игра, визуальная новелла с элементами квеста. Здесь будет очень много загадок, очень много диалогов. Игра прорисована вот в таком стиле, как вы видите. Я в нее немножко поиграл. Мне она понравилась. Не знаю, как вам. Вы пишите мне в комментариях, стоит мне ее проходить. Нет. Будет эта игра состоять из трех глав. Три тома, три книги. В данный момент мы проходим первую часть, которая называется «Из пепла». Агнес. Нечто. Ну, а, неужизм КОНЕЦ Столпы земли Столпы земли из пепла, пролог Произошедшие события Вы решили, что собор должен нести надежду Вы сказали Агнес, что возьмете за любую работу, предложенную епископом Вам не удалось помочь Агнес во время родов И вы нашли информацию о прошлом тома Книга 1. Из Праха Глава 1. Филипп И было так, когда подошел к концу год 1135-й От Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа Король Генрих Английский, сын Уильяма Завоевателя Отошел в мир иной То было время нищеты и смерти Доведенные до отчаяния, многие решили, будто Господь наш И все его святые уснули А столпы, на которых покоится наша земля, начали рушиться Кинсбридж, первый день Нового Года Брат Пол? Эй Вы ведь только что проехали через мост, так? Тогда с вас фартинг И ищу пенни с лошади Монахи и жители деревни не платят пошлину Простите, я никак не могу в этом разобраться Я же говорил брату Полу Нелегко вершить Господню работу, когда от голода живот подвело Еды у меня немного, но что есть, могу разделить с тобой Еще нюхает, а? Ткань все еще пахнет сыром, который был в нее завернут Взять Надеюсь, так тебе будет проще выполнять свои обязанности Можете не сомневаться Позаботься о моей лошади, брат Я приехал поговорить с Приором Джеймсом Приором Джеймс? Так это по нему звонят колокола? Можете оставить здесь свою лошадь Я приведу ее в монастырь чуть позже Рыба отлично пойдет с этим сыром Так, так почему звонят колокола? Вы и правда не знаете? В Кинсбридж явился дьявол Дьявол объявился в Кинсбридже Вы можете использовать Библию Филиппа на объектах, чтобы узнать, что в ней говорится о них Или использовать ее на людях, чтобы обсудить с ними вопросы веры Библия Филиппа Принять Найти Приора Джеймса Хижина Почему-то он не заходит у нас в эту хижину Тропа между деревьями Ну давайте пойдем на тропу сходим Посмотрим, что там А тут у нас по ходу дела ничего нету Известняк И все Больше здесь ничего нельзя сделать Жаль, жаль Значит давайте возвращаться Так, ну что Лошадь, я так понимаю, у нас остается здесь А мы идем В Кинсбридж Так, монастырь, ворота Здание возле реки Пойдемте тогда к воротам Кинсбриджский монастырь Главные двери собора Рухнувшая колокольня Хм, зачем ее заперли? Может быть, открыт хотя бы боковой вход? Интересно, конюшни? Дверь в куатор Ага, кто-то там Дверь щелкнул Значит, нам, наверное, туда надо идти Найти возможность попасть в собор Я же слышу, что кто-то здесь разговаривает Дорога на кладбище Дом Приора А нам разве не дом Приора нужен, а? По-моему, сюда нам надо Дорога вокруг собора Он заперт Дорога Блин, все, везде одни дороги Ладно, давайте вернемся обратно в куатор И пойдем, наверное, вон в ту дверь Дверь в собор Не убоишься ни ужасов ночи Ни язвы, ходящей во мраке Четыре года тому минуло, как язва, оседлавшая молнию, поразила наш собор Неужто вы еще не ощущали ее присутствие с тех самых пор? Джеймс ощущал, ровно как и я, но Господь сказал Сохраню его, потому что он любит меня Наш возлюбленный Приор Джеймс всю свою жизнь посвятил служению Господу нашему Он избавит его от тьмы и сторнит из тьмы земной Приор Джеймс, Филипп Фрэнсис, Тише Долгие годы Джеймс был нашим Приором И после следующих выборов я клянусь править Кинсбриджским монастырем столь же твердой рукой Аминь Филипп, мы сказали твоему брату, что ты приедешь в Кинсбридж на Новый год Я не ждал, что встречу тут тебя Я возвращался в Гостер и решил заехать повидаться Как живется священнику в мире политики? Расскажи нам, Фрэнсис Непременно А его брат стал Приором сколько? Два года назад? Уже четыре года пролетело Катберт Ясно И как дела в лесной обители святого Иоанна? Давайте вот это В обители все хорошо, все здоровы Все хорошо, все здоровы Благодаря твоему брату Фрэнсис лесная обитель святого Иоанна процветает Новийцы и послушные монахи славятся смирением и набожностью А наш монастырь в таком упадке, что больно смотреть Ты же знаешь, что Джеймс старался на благо Киндзриджа, как мог Он не виноват А еще в обители святого Иоанна невероятно вкусный сыр Будет свободная минутка, заглядывай к нам на кухню Кажется, брата Катсберда что-то сильно беспокоит Ну еще бы Всех нас беспокоит, как умер Джеймс А как он умер? Беспокоит? Так как умер Приор Джеймс? Семь дней назад брат Ремиги обнаружил, что Джеймса нет в комнате Мы искали его много часов Потом кто-то заметил его следы у моста и полынью во льду О нет, нет Похоже, что он вышел на реку рано утром в самое Рождество Мы даже не нашли его тело, его внесли ледяные воды реки Я буду молиться за Джеймса Я бы хотел поговорить с тобой, Филипп Будет свободная минутка, приходи в собор Я буду там А я пойду посмотрю, как дела у брата Катсберда Я был рад тебя видеть, Филипп Может быть дела пойдут на лад, когда Капитул выберет нового Приора Хочется верить Я загляну к тебе на кухню, милей Что здесь делает Фрэнсис? И где он? Взять Так, ну что же, ребята Давайте, наверное, на этом я завершу свой выпуск И встретимся уже в следующей серии А вы пишите в комментариях Понравилась вам игра или нет А на этом все Всем пока И до скорой встречи Субтитры подогнал «Симон»